Значит, мы брали водопроводную воду, первый опыт. Значит, вот так она сияла на инфекте Кирлиана. Вот такое свечение было. То есть, когда воду капаешь в прибор, оно показывает её энергетические потоки. Дальше мы обрабатывали её витализатором, то есть палочкой. То есть эффект практически удваивался. То есть ничего больше не делалось. Время экспозиции 3 секунды. Ага, водопроводную воду опять брали. Вот такое у неё было свечение. И пропускали через витафильтр. То есть энергия практически удваивалась. То есть появлялся второй порядок энергии. Для тех, кто разбирается в энергоинформационных вещах, образование второго уровня, это повышение энергетики в несколько тысяч раз. Не просто в десяток раз, в тысяч раз. Потом мы брали нашу лучшую воду, Нижегородскую. То есть она достаточно более энергичная, чем обычная вода. Видите, у неё вспышки периодически, да? Ну, это лизат, палочкой обрабатывали. Ага. Ещё более мощная. Обратите внимание. То есть это время экспозиции буквально палочки 5 секунд. Значит, вот так вот выглядела вода обратно-осматическая. То есть это из бутылки. То есть вода из бутылки. При замораживании. Это делали и в их лаборатории. Дальше они взяли, обработали воду витализатором. Вода, обработанная просто витализатором. Вот такая снежиночка. Теперь в эту воду добавили коралловый кальций. Третья снежиночка. И потом взяли опять такую же воду, уже без кораллового кальция, добавили микрогидрин. То есть на два порядка уплотнилась структура, да. Появилась структура второго порядка и упорядоченность второго порядка. Когда они получили эту снежинку, они сказали, что такой плотности снежинки говорят о высоком-высоком энергоинформационном свойстве, то есть идеально структурированная вода.